Смотрите это видео очень внимательно, потому что в нем мы разыграем офигенную худи среди подписчиков. Здорово, народ! С вами Вован. И славный дружи Абломов. Я думаю, мало кто знает на основном канале, потому что мы старались это не сильно афишировать, но мы с Вованом где-то 4 месяца назад, 3 месяца назад открыли свое заведение, которое называется хот-доги 8956. Собственно, это хот-дожное заведение. Да. Где находится? Жуковского 18. Питер, Питер, Жуковского 18. Около метро Восстания. И у нас там есть меню, мы постоянно его меняем, на данный момент там есть вот что. Так, первый хот-дог это у нас свекла хулуми с говяжьей колбаской. Потом чили манго, остренький, пряненький хот-дог со сладковатыми нотками. Свинина с соусом кола барбекю и овощичками. Ну и естественно хит это ананас и бекон. А если базарить за качество, то у нас свое производство колбас, то есть мы сами крутим колбасы, сами закупаем мясо, чревы, крутим все это дело, приготовляем. То есть это не хот-доги на заправке с покупной сосиской из Ашана. Нет, это реально колбаски, которые у нас отдельное помещение, производственный цех, в котором мы крутим колбаски из мяса. Ну а если вы захотите взять хот-дог с собой на вынос, то вот у нас есть разработанная коробочка специально для этих целей. Ну и естественно мы продаем не только хот-дог, мы продаем целый комплект. Это и замечательный хот-дог, это колдслоу с соусом и картошечка с соусом. Вот, то есть кто-то говорит дорого, хот-дог дорого, но там не только хот-дог с колбаской здоровенной из мяса. Там еще и салат, соусы, и все это дело вот так вот аккуратненько упакованное, чтобы оно все доезжало клевым. То есть это такими комплектами идет. Но если кому интересно, да, в наших хот-догах много, блин, мяса. Они тяжелые и качественные. Ну а сегодня у нас речь пойдет не об этом, мы уже пофлексили такие. Да, у нас художная типа, короче. Но мы, короче, хотим же, у нас блогерское место и вот блогер. Мы хотим, чтобы подписчики участвовали в развитии нашего заведения. Потому что ассортимент у нас не очень большой. Иногда люди приходят, за неделю пробуют все. То есть заходят, обедают, они пробуют все хот-доги. И такие, а что у вас нового? Мы такие, да ничего. Мы делаем хорошо, вкусно, но мы, короче, хотим, да, что-то обновить меню. Каждый сезон хотим обновлять там 2-3 новых хот-дога, чтобы люди приходили и пробовали новые вкусы. И нам нужна ваша помощь. Нам нужно, чтобы подписчики советовали какие-то идеи. Мы будем их тестировать сначала на себе. Если нам будет нравиться, то это будет в нашей хот-дожной появляться в меню. Сегодня мы решили попробовать сделать хот-дог с стейковым мясом, с вырезкой, засувиденной, с соусом чимичури. Да, да, да. Ну, я не знаю, сколько может стоить такой хот-дог? Миллиард. Ну, не знаю, 600-800 рублей, тысяча. Ну, на меня это комплект. Да, да, комплект. Но в зависимости все от мяса. То есть, если мы возьмем прям праймовую вырезку, это будет одни дни. А если возьмем обычную вырезку, это будет гораздо дешевле. Сегодня мы пытаемся сделать хот-дог с обычной вырезкой. И мы попробуем, короче, сможем ли мы... Довести вкус так, чтобы это было прям как хорошая говядина. Да, чтобы люди захотели платить за хот-дог, но с обычной вырезкой. Давайте тестить. Вот, собственно, вырезка. Повторяю, это обычная вырезка, не мраборка. Обычная вырезка. Можно взять в любом магазине. Тестируем. В принципе, есть две готовности мяса. Это 58 и 65 градусов, которые подходят обычному человеку. 58, это, кто знаешь, совсем розовенькое. Ну, роу, я люблю роу. 65, это чтобы человек такой, о, розовое, сочное, но не испугался, совсем не испугался. Я предлагаю сегодня сделать 65, ну, в течение часа. Кстати, почему мы сувидим? Мы разрабатываем рецепт для хот-дожной. Там люди на кухне и очень быстро не смогут добиться идеальной прожарки. То есть, там в любом случае это будет мясо, заготовленное в сувиде, лежать при нужной температуре, не переготавливаться, а потом буквально гриль прижал и в хот-дог. Да, почему сувид? Вот посмотрите на диаметр куска, какой он огромный. Вот обжарить по кругу быстро просто, но чтобы температура и готовность дошла до центра, нужно время. Поэтому мы помещаем это в температуру, когда мясо уже начинает готовиться. Если просто жарить, у нас будут волдановые хвосты. Да, волдановые хвосты, да, у нас получается мы там потеряем 30% сочности. А это значит, что вы за это заплатите, за эти хвосты, которые мы выкинули. Мы хотим сделать хорошо, поэтому сувид. Собственно, кусок мяса лежит в кастрюльке у нас и при 65 градусах он у нас час будет вот так лежать. Но на самом деле пожарить вырезку, это дело не хитрое, особенно когда сувид за тебя все делает, или какой-нибудь электрогриль. Не знаю, как сделаем на кухне, можете написать, посоветовать, потому что мы пока думаем еще. Хорошо, соус, вся фишка в соусе, что мы можем сделать в теории? Сырный соус, он уже есть. Кола барбекю, художный он у нас вкусный всех валит. Бульгаги, домашний кетчуп с чесночком. У нас есть, чубак, ты же знаешь, что он у нас есть, ты издеваешься со мной или что? Будем делать соус чимичури. Давайте сделаем чимичури, посмотрим, как оно с вырезкой сочетается, будет сочно или будет все перебивать. Делать чимичури, это крайне благодарное дело, когда у тебя есть просто блендер. Однозубчиковый чеснок, тоже чистим. И даже сюда. А также свежий орегано и зеленый базилик, но он зеленый, типа, чтобы не портил лук цвет. На самом деле, этот темный, он горчит чуть-чуть, ну, то есть, зеленый он по вкусу. Я не думаю, что он будет особо... Ну, главное, свежие травы берите, то есть, как говорит Барант, нюхайте еду. Вот базилик мне очень нравится, как пахнет. Мы сейчас все делаем примерно, то есть, мы записываем, сколько мы что взяли, но делаем примерно по своему вкусу. Вот, опять же, если получится хорошо, ну, может быть, это будет меню. Мы же все равно вкус будем доводить по итогу, то есть, вот, вот, жужева приготовится, мы его попробуем, и уже будем добавлять, что хватает, что не хватает. Потому что трава всегда разная, она разная по сладости, разная по насыщенности, поэтому лучше пробовать потом. Раскатываем лайм, разрезаем пополам и добавляем сочный лайм прямо в соус. Но без оливочей не надо, а с ним и пусть будет. Нормально так добавляем где-нибудь треть стакана оливочей. Давай, тики, активнее, тики. Я небольшой фанат кинзы, но немножечко надо, меньше, чем всего остального. Пару столовых ложечек уксуса немножечко. И столовую ложку сахара. Ну, на самом деле, мы сейчас перемесим, попробуем, посмотрим, может, что-то добавить еще. Ну, и где-то чуть меньше чайной ложечки розовой соли. Так, получается вот такой чимичури. Так, затестим. Так, так, так. Кислинки, может быть, больше? Добавить кислинки, добавить сладости. Сладости? Мне кажется, сладенько. Мне хочется еще. Чесночину, может, то еще фигануть, нет? Или будет слишком много, слишком чесночина? Мне сладости не хватает, соли не хватает. Уксуса нормально, кислинки нормально, по-моему. Окей. Попробуй ты. Я уже попробовал. Нормально так попробуй. Короче, сейчас забалансим. Сейчас мы договоримся. Договоримся и запишем. Да. А вы пишите, какой соус подойдет к стейку лучше, чем вот этот. И да, народ, помните, мы обещали разыграть мерч среди подписчиков. Вот наш склад мерча, его здесь много. Разыгрываем белую худейку. За что? Давай за идею соуса. То есть, какой соус классно подходит к говядине, чтобы он был в хот-доге отличный. Именно к говяжьему, типа стейковому хот-догу. Да. Вот, пишите ваши идеи, мы случайно выберем подписчика и отправим ему ровно через 7 дней на халяву, отправим ему за свой счет вот такой вот белую худейку. Какой соус, к граммовочке как готовить, потому что ты можешь по-разному соус приготовить, он одинаково будет называться. Ну да, то есть, просто многие напишут, типа, перечный, что перечный, какой конкретный, или в каком ресторане вы его пробовали, мы придем туда и выбьем из них рецепт. Да. Вот, пишите комменты и ставьте видосу пальцы вверх, вот такие худейки, они всех размеров есть, если что. И какой же у нас госстандарт для приготовления говядины? Розмарин, тимьян и домашнее сливочное масло. Тут все готово, но, само собой, выглядит оно засувиженное не очень. Открываем, сливаем сок. Подсушиваем и даем 5 минут остыть. Немножко темного перца, немножко красного перца и перемелим все это в ступочке. Никогда не насыпайте много перца одновременно, лучше в несколько этапов все перемелить, но это большая ступка, поэтому сыпем все сразу. Включаем газет. Сковородочка. Этот мем уже умер, но все-таки ты, Олег, не позволишь? Ладно, ладно, только один раз. У тебя что, рука не сгибается? Зацените, у него рука не сгибается. Смотри, вот так надо. Смотри, у тебя рука не сгибается. Все, зря. Плохо. Зажрался от тыска. Ну и перчика, само собой, много этого перчика отвалится в сковороде, но как бы бог с ним. Оливыч. И больше слов не будет, потому что надо включить шумную вытяжку. Ну и перчика. Музыка. 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 Тоненько нарезаем, чтобы попало все в хот-дог, аккуратненько прожевывалось. Прожарочка у нас опять-таки розовенькая, но не пугающе красная. То есть видно, что она сочная, вкусная. Ну, 65 градусов это идеальная прожарка для тех, кто сочность хочет получить, а никакой там иллюзии, что там кровь какая-то, тоже ему это не надо. Для девочек дошкольного возраста. Ну да. Разрезаем булочку почти до конца. Она у нас упругая, сделана на заказ, на американской заквасочке. А если что, в свои хот-дожные мы перепробовали около десятка вариантов булок, прежде чем прийти вот к такой мягкой. Вот прям настолько мягкой, и ее делают для нас на заказ. Вот так вот месяца. Не жадно. Ну, у нас блин и колбаски-то весят до фигища, и месяца должно быть нормально. И сверху тоже чимичури по, можно сказать, нашему рецепту. Такая штука. Я-то еще микрозелень насыпал, чисто по приколу, не знаю, нужна она там или нет. Давайте пробовать. Пробуем? Тестируем. Соус охеренный. Да. Булки у нас всегда были охеренные, это понятно. Я хочу мясо жирнее. Видно, что не мраморка. Я хочу жирнее мясо, прям сильно жирнее мясо. Сильно жирнее. Причем, возможно, не вырезку. Возможно, даже фарш, знаешь, который уже делается из всякого. Ну, то есть, это праймовый, но фарш, не знаю, как его потом подать, но вот хочется прям жирнее сильно мясо. Жирнее, но это должен остаться стейк. То есть, вот эти вот волокна, когда ты вгрызаешься в сочное мясо, и чувствуешь, что это мясо. Это круто, но нужно прям стейк с жиром. И не просто вырезку, а стейковую историю, но с жиром. Не вырезку, потому что дешевле. Тогда, короче, хот-дог, ну, будет перевалить за косарь. Известно, хороший отруб жирный. Вот, он перевалит за косарь по стоимости. Нет, может, пекание какое-то, то есть, что-то... Короче, ребята, пишите в комментариях, как вам идея стейкового хот-дога. Мы поэкспериментировали с самым нормальным вариантом, не праймового, не мраморного мяса. И вот пришли к выводу, что вот этот хот-дог, он вкусный. Это реально охрененное блюдо, но хочется реально жирного, такого плотного, говяжьего вкуса. И тогда вот с этим соусом, который освежающий, такой немножко летний, чесночный, это будет отличный комбат. Да, у него этот аромат трав, кислинка, сахаринка идеально заходит, но жиринки нет. Да, вот жиринки хочется. Опять же, получилось, скорее, хот-дог для девочки, которая на диете. Ну, а что, вырезка здесь вообще, здесь ни жиринки, вообще ничего нет. А вот мы мужики, мы любим мясо есть, которое такое, ах, прям мясо-мясо. Поэтому, короче, пишите, хотите ли вы увидеть в нашей хот-дожной стейковый хот-дог, который будет, конечно же, стоить достаточно дорого. Потому что мы пришли к выводу, что нужно хороший жирный кусок мяса брать, вот с таким соусом. Знаешь, что, это понятно, я передумал, пишите в комменты не соусы, а чем это еще улучшить, потому что соус здесь хреный. Да. Ладно, пишите соусы, рецепты, пишите любые, как бы, варианты того, что хотите у нас увидеть, потому что здесь я не хочу этот соус менять. Да. Он отличный. А вот что еще, жиринку, вот как добавить, или какие еще хот-доги вы хотите увидеть, там, с тунцом, с трюфелями, с крабом. С креветками. С креветками, с зайцем, там, мы будем разрабатывать. Утка, да, там, будем думать, будем разрабатывать. А вот такие дела, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, и да, заходите к нам, куда? На Жуковского, 18, хот-доги, 89, 56. Да, все дела, ссылочка находится в описании. С вами был Иван. Славный дружи, обломов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok